Это удивительный совершенно дом, он известен во всем мире. И вот с этой точки очень любопытно раскрывается план первого этажа. И неожиданно совершенно, как бы раскручивается и завинчивается туда, вверх. У него, да, у него очень целостное какое-то понимание жизни было. Он чувствовал, что, правда, это мои все слова, он был настолько целен и настолько понимал, что любовь является ключом жизни. И дом у него, это была мечта, так сказать, как основа жизни, как государство. Семья, любовь. Вот так он строил свою жизнь, по-моему. Он никогда не повторялся, никогда ничто не имитировал. У него путь был творческий, необычайно строгий. Он считал, что если что-то повторяется, это уже скучно, неинтересно. Он стремился к освежению жизни. И в данном доме ни одно пространство не повторяется. Тут богатые, богатые все комнаты, все пространства, все разные. И основное правило было очень тоже любопытное. Самых талантливых отбирали на живопись, менее одаренных на скульптуру, потому что можно обойти, пощупать, ведь воздух и свет ведь не пощупаешь. И самых мало одаренных на архитектуру, потому что там можно заменить расчетом, линейкой, естественным рисунком. Все эти виды искусства, все это единое. Но... Вот. Но... И когда он занялся архитектурой, то он понял, что это самый большой вид искусства из всех искусств. Он не прячет... Это искусство не прячут где-то в стенах музея, а рисуется в пространстве, на воздухе. Это его так захватило, вот это понимание, что это действительно явление совершенно особенное. И вот на этой основе, видимо, и родились его поиски и находки. Настоящей полной выставки еще не было. Это очень досадно. Такое имя, которому стремится сейчас весь мир. Его родная страна признала, когда ему было 75 лет. Весь мир уже о нем говорил. Он себя прославил в 35 лет нашим первым выступлением на международной выставке декоративных искусств Парижа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok